Основные задачи рейда – профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда взаимной вежливости среди участников дорожного движения и повышения безопасности на дорогах. Стоит отметить, что в профилактическом рейде активное участие приняли юные помощники полицейских. Обращая внимание на школьников, водители снижали скорость, останавливались, а некоторые сигналили, поддерживая участников акции. Пешеходы, в свою очередь, старались оценивать дорожную обстановку и убеждаться в безопасности перехода. Чтобы дорога была пошире, чтобы вызывать пробки, конечно, нужно. В школе, на дорогах, обязательно. Чаще всего подобные происшествия случаются из-за того, что водители не успевают затормозить перед переходом. А пешеходы не учитывают тормозной путь автомобиля и выходят на проезжую часть перед близко идущим транспортом. А, как известно, тормозной путь легкового автомобиля, едущего со скоростью 60 км в час, на сухом асфальте составляет 30 метров, а на мокром – 75. Благодаря детям мы проводим акцию по безопасности дорожного движения на пешеходном переходе. Ну и в преддверии зимних каникул, соответственно, мы хотим как-то акцентрировать внимание водителей, то, что дети сейчас будут более свободны в зимние каникулы, соответственно, они будут переходить через пешеходные переходы. Пешеходные переходы у нас не только регулируемые, но есть и нерегулируемые. И чтобы водители были более внимательны ко всем пешеходам, не только детям, но и взрослым. Сотрудники 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» рекомендуют пешеходам в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, а водителям снижать скорость при приближении к пешеходному переходу. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.